Дню защитника Отечества всегда придавалось особое значение. На протяжении нескольких дней танцы, стихи и песни посвящали нашим героям и Родине. Сейчас, когда для России вновь настали непростые времена, они звучат еще проникновеннее. Все творческие номера коллектива Дворца культуры юбилейной посвятили Дню защитника Отечества. На сцене выступали солистки вокального ансамбля «Созвездие», ансамбль эстрадного танца «Максиденция и Мистерия» и многие другие. Все они, и дети, и взрослые пытались своими словами, своими песнями, танцами, средствами выразительности, которые им доступны, высказать благодарность нашим защитникам, любовь к нашим отцам, дедам, сыновьям и, конечно же, поздравить их с этим замечательным праздником. Мирные святы, защитники Отечества, дадут защитить свои страны. Защитники Отечества – это мужчины, которые защищают свою Родину и воюют на войне. Им очень сложно, но мы понимаем. Что значит для меня защитники Отечества? Защитники Отечества – это те люди, которые непосредственно защищают нашу страну, нас, мир нам создают, чтобы наши дети росли спокойно, чувствовали детство свое, ощущали детство, играли. Спасибо им огромное за, как говорится, за наших детей и за нас, за мир во всем мире. Этот праздник для меня важен тем, что мы гордимся людьми, которые защищали нас все это время, когда была война с другими странами. А что такое Родина? Коллектив «Мистерия» смог показать всю красоту наших традиций. И тут же погрузить зрителя в одну из трогательных историй Великой Отечественной войны. Так бесконечно война, сидит за баранкой машина девчонка, только не знает она, что будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой. Танец стал одним из самых пронзительных выступлений. Слезы наворачивались на глаза не только у зрителей, но и у артистов, проникнувшихся воспоминаниями о тех страшных днях. Это очень сложно представить, это даже не описать словами, просто тебя накатывает и все. Ну, это очень трудно, ты все это представляешь, и начинается, а потом вообще невозможно успокоиться. Это трудно. Трудно вспоминать, но еще тяжелее осознавать, что подобное происходит сейчас. Именно поэтому России нужны все ее голоса. Анастасия Сибирякова, Данил Колпаков, новости Искровект.